Всем привет! Такая я смешная. Передаем вам привет и доброго утра. Саша отошел по делам. Я решила сказать всем доброе утро. Мы в городе по делам. Как известно, все деревенские, кто далеко живет от города, когда приезжают в город, огромный список дел. И у нас точно так же. Мы будем целый день ездить. Будем покупать все, что необходимо и прочее, прочее. Заезжать. Будут опять разборки со страховкой нашей машины. Дело в том, что я поменяла права по смене фамилии. Ну и у меня стаж 9 лет. Нулевой без аварий. То есть у меня большая скидка. И получается из-за смены фамилии. Хотя я в день, когда меняла права, в тот же день я пришла в страховую компанию. Уведомила их, что я права поменяла. Чтоб они все это внесли в реестр. Они все это внесли. А поменяли мне, получается, ОСАГО. Все с новой фамилией, с новыми правами. Но в итоге, когда новую страховку на машину делаешь, все опять там что-то не случилось не то. И в итоге мне выдает коэффициент, как будто я новичок. Ну потому что я новые права получила в этом году. Мой потерялся вот этот коэффициент. Наш агент вообще не понимает, что делать. Она меня жутко раздражает. Я больше к ней не пойду. Куда она нас только не отправляла. В общем, столько мы потеряли дней. В итоге позвонила я на горячую линию. Вроде как все объяснили. Я просто с этим не сталкивалась еще. Поедем в компанию, в главный офис. И будем там писать какое-то заявление. Я надеюсь, все мои баллы все это восстановят. Потому что я стараюсь. Я аккуратно вожу и прочее, прочее. Очень стараюсь, если что-то происходит на дороге, все решить как-то мирным путем. Ну, чтобы страховка не была дорогая. Ну и просто я аккуратно стараюсь как бы водить. Очень стараюсь. А тут как бы с 6 тысяч на 10 с половиной тысяч из-за ошибки страхового агента там или чего-то. Я считаю это неприемлемым. Ну, такие вот дела. Будем сейчас заниматься. Ну, что? Всем привет. Ничего. Сходили в СДК и забрали тут очень важную посылочку. Тайную. Когда-нибудь она станет явью. Пока тайна. Я рассказала про нашу страховку, про нашего агента странного, который замудрил, запудрил. Теперь надо... Разбирались с этим долго. Куда-то писали. В Росреестры страховых каких-то там чего-то. В итоге все она не том нам сказала. В общем, лучше решать через страховую компанию. Они используют всяких непонятных брокеров, которые нахватают себе целую кучу компаний. Росгострахи, Ресо там и так далее. Я не знала, что она какой-то брокер. И вот и начинается. Я много лет не ходила, я думала она типа с Росгострах... Ну, я думала, что она как бы относится к компании. Ну, что-то да. Немножко она еще там коньячка вроде бомбанула. Да, походу дела, да. В масочке сидит. Типа, я масочку одену, говорит. Ну, ладно, говорит, да, вмазала она, походу. Чтоб не дышать на нас коньячком. Так она сама сказала, что вмазала. Ну, да. Она говорит, я по 50 грамм, говорит, все дела. Ладно, поехали. В общем, да, сейчас Росгострах. Потом у нас еще очень много тут поездок всяких нужно решить. Еще самое интересное, блин, Альфа-банк не работал, нифига. Сейчас вот ехали на заправку, и все паутежи, у них там какой-то сбой мощный, все паутежи отключились. У нас 2 литра всего. В машине. Вообще прикол, конечно. Мы же веселые ребята, ну что поделать. Зато как красиво, вон, рябина. Красота. Ладно, поехали. Я еще хочу в кофе сегодня. Еще в кофе надо, да, обязательно. Мы что-то засиделись немножко на своей усадьбе. Хоть на людей немного посмотреть, одичали. Дики стали. Он уже в комментариях ругается, что мы немного диковаты. Побывали мы в Росгострахе. С каждым разом компания становится все ужаснее. Не знаю, кто из вас пользуется. Автолюбитель или, может, вы там жилье, что-то жизнь страховали. Ну, в общем, все хуже и хуже. Сотрудники некомпетентные очень портят, конечно, компанию. Отвечают очень грубо. Мы уже столько ездим из одного офиса в другой офис. И постоянно нам встречаются какие-то, ну, вообще неадекватные люди немножко. Потому что не знают вопросы. Мы задаем вопросы, они не знают никаких ответов на эти вопросы. Нет у них примера заявления, как писать заявление, в какой форме заявление пишется. Там, ну, спрашиваешь, задаешь вопросы, человек просто не знает. Я его только принимаю, говорит, печать могу поставить и все. Нет, ну, это все, это везде такая тягомотина, конечно. Но просто до такой степени я не знаю. То есть, когда они нам втюхивают, делают сами ошибки, хотя я все по правилам делала. То есть, я все сменила, все по правилам. Они делают свои ошибки. Непонятно, в каком состоянии у нас все это сделали. Никто ничего не знает. Ну, в общем, мы записали ихние фамилии, имена, будем звонить. Почему бы и нет? Надо улучшать сервис немножко, чтобы люди хоть немного к своей работе более ответственно относились. Нет, все понятно, как бы то, что этот, ну, все напряженные, там, прочее-прочее. Ну, просто... Ну, отчеловечнее быть немного. Вообще какой-то кошмар, просто какой-то кошмар. Ну, не хочется, конечно, негативить. Ну, да. Ну, просто, я не знаю, ну... Может быть, иди в других компаниях уже стоят, может быть. Мы просто не знаем о каких-то других компаниях. Пора перейти, может, какой-то РЭС, я не знаю, или еще какой-то компания. Надо почитать отзывы, посмотреть. Может, где-то более адекватно. Ну, просто уже какой раз это подряд, это уже, я не знаю, какой раз. Четвертый раз, где все время вот какая-то фигня с этим розыгустрахом происходит, где сотрудники не могут нормально ответить на вопросы. Я не знаю, ты приходишь же в компанию, задаешь вопрос. Тебе не могут на него ответить. Я только бумажки принимаю, говорит. А кто тогда может ответить? Как нам решить проблему эту? Вы накосячили, а теперь нет человека, который этот косяк может исправить. Вот так. Ладно, поехали сейчас. Куда? Ролл кушать? На рынок надо, потом холст надо купить. Роллы, да, покушать надо. Сейчас более веселые, в общем, занятия будут у нас. Вот мы пришли в такой магазин, наконец-то. Я буду, возьму, в общем, несколько штук таких. Таких хоть что-то, такие? Побольше? Ну, я только пару штук возьму. А вот это называется просто на картоне, да? Они подешевле вот эти. Тоже возьми несколько? Да, они подешевле. Я хочу еще вот такие. Такой мольбер Саша сделал, получается, сам. Ты косаря сходу или? Да. Ну, это еще надо уметь, ты умеешь. Повесить можно сразу, да? Наверное, тут вот столько красок. Но пока краски вот у меня есть. Это тоже есть. Кисточки тут очень много всего, конечно. Нет, у тебя вот по дереву. Да. Просто стоишь, просто смотришь, заглядываешься. Я, конечно, не отпираюсь так особо. Мне нужно... Мне вот, наверное, вот такая нужно. По 207 рублей или по 262. Или вон, даже по 180. А что, полностью раскрашивать? Да, 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 вот эту подложку. Так, рукашечку нам дали. Теперь... Наверное, бровадка, покупочка себе. Ну, немножко так. Очень хочется рисовать. И кисточку вот такую. Вот такую кисточку. И это мастихен. Ну, просто так попробовать решил. Мне интересно. А вот зачем? Краски кушать? Нет, наносить. Наносить определенный такой. Я смотрю и думаю, ты, наверное, его сам можешь сделать, нет? Сварить. Нет? Так. Тут тоже такая вот студия есть. Тут красиво сделать получилось, нет? Походу, рамки, да, есть? Ну, все, пойдем. Приехали в торговый центр. Да. Но мы приехали, конечно, по делам. Нам нужно купить корма. Собачкам, ага. Да, собакам там еще что-то куда-то зайти. Ну, и, конечно, я очень давно не кушала роллы и очень люблю это дело. Поэтому мы сегодня отдыхаем на всю катушку. Да. Как говорят наши многие подписчики, вы молодежь, надо отдыхать. Правильно. Саша еще уговаривает меня пойти в кино. Да, фильм хотим еще посмотреть. Ну, я очень сильно хочу, мне кажется, Лера не очень хочет. Нет, почему я не хочу? Просто там такой еще фильм по два часа. Короче, возможно, пойдем даже в кино. Да. Мы в кино сколько лет не были? Я не знаю, как переехали, наверное, практически не были. Года три-четыре мы не были в кино вообще, представляете? То есть вообще не были в кино. Как бы. Пойдем сейчас тоже на фильм. Но снимать не будем, а то нас посадят. Да. Это запрещено законом. Неужели мы дождались? Да. Долго в этот раз. Конфетки дали. Конфетки тут всегда дают. Посмотри, у нас тоже дали? Вроде не давали. Всегда дают. Три прибора, да, смотрите. Нет, может быть, выглядит как-то не очень, да, скажут. Там на пластиках тарелках, еще что-то. Но на самом деле вкуснее этих ролл я не ела вообще нигде. Ну да, нам. Ни в городе, ни где-то еще. Да, где только не кушали, все равно какая-то не то, что нам надо. Здесь очень вкусно, здесь они крупные. Рыба всегда свежая. И вот такая вот она прям блестящая. И причем уже сколько лет я здесь кушаю, и она всегда вот такая. И цена образования очень медленно повышается, короче. Я обожаю. Перебрались в спортмастер. Ты что смотришь? Хочу на будущее себе шест. Ой. Штанга нужна. Саша хочет заниматься, да. Нужна штанга мне очень. Присматривайся, цены какие интересные. На штанги, на блины, на штанги. Можно БУ еще посмотреть, да? Ну, сначала на дно вы посмотреть, сколько стоит, да? На БУ, эти частенько советские продают на старых рынках. Там можно присмотреть тоже. Что-то типа того. Я люблю штанги. Раньше сто два килограмма от груди жил. Ё-моё. Мы сейчас находимся в секонд-хенде. Может, для кого-то это покажется, ну, как-то странно или не очень, но не знаю. Мне нравится секонд-хенд. Здесь можно найти реально фирмовые какие-то вещи. Недорого. А я постоянно, постоянно нахожусь здесь новые вещи. То есть обувь я уже несколько раз брала. Прям новую, кожаную. Ну, не знаю, нам нравится. Кому-то, может быть, кажется, это... Стрёмным, застрёмным. Да, нам это стрёмным, мне кажется. Как бы, может быть, в России это чуть попозже там пришло. Нам нравится. Очень большой выбор. Вещи, опять же, фирмовые. Ну, и, короче, вот, мы в секонд-хенде. И, возможно, что-нибудь на зиму найдем. Вот, берем, например, эта кофта тоже из секонд-хенда. Вот этот тоже, вот этот шарф тоже. И вот это красивое платье, просто расписное тоже. А ещё сейчас покажу. Эта обувь тоже из секонд-хенда, она вообще новая. Прям новая, новая, новая. Так, возвращаемся домой по старому городу Чебоксар. Старинный город. Старинный район, как правильно назвать. Старинные здания. Где жили? Церкви ещё какие-то сейчас. Раньше здесь жили купцы. Где-то очень много тут. Картины, смотри, картины висят тоже. Смотри, вот справа. Картины тут тоже висят, никто не трогает. Это всё купеческие дома. Раньше здесь купцы жили. Церковка. Здесь сейчас больницы, монастыри, церкви и зона. Да. Зона. Тюрьма точно тут. Всё рядышком. СИЗО же? СИЗО. Всё рядышком, да. Монастырь, СИЗО, больница. Залив. Ну всё, заехали в последнее место. Мечта. Мечта унитаза, говорю. Заехали, говорю, в последнее место для водопровода. Как уложить-то их теперь? Может сюда, вот вперёд, ко мне? Ой, Вик, ой, как грязненько. О, кошмар. Ладно, эта машина что только не пережила. Чего? Поехали. Чего? Замок сломался. Пойду замок куплю. В смысле, ты же его сейчас не будешь менять? А? Ну, он нужен же поменять потом. Но он сейчас не откроется? Да, можно. А, покажи-ка замок. Это просто капец, это просто капец. Ладно, сейчас, пойду скажу. Знаю. Машину, конечно, нашу нужно срочно менять. Потому что она и смешно, и грешно, но от неё уже скоро совсем ничего не останется. Я не жалуюсь, а то некоторые, ну, могут сказать, то, что там выпрашиваем, ещё что-то. Нет, просто я делюсь тем, что, конечно, авто вас, ну, не знаю, для деревни не подходит. Особенно, когда ездишь много там по трассе. Я ездила очень много, когда училась, когда работала. Всё, она совсем уже рассыпается. Правда, когда мы купили её в 14-м, кажется, году, кажется, в 14-м или 15-м году, получается, вот сколько уже лет прошло, 21-й год. Ну, эксплуатация, конечно, средняя. Ну, то есть мы, честно скажу, не очень хорошо, как бы, за машиной так следили. Ну, мне кажется, когда она ломалась, мы её чинили. А так, чтобы постоянно что-то там смотреть. Ну, я считаю, есть водители лучше, как бы, которые слезят за машиной. Ну, это получается, если с 14-го, с 13-го года, довольно-таки, она нам послужила очень долго, в принципе. Очень много раз выручала, то есть, допустим, да, со серьёзными какими-то поломками она всё-таки доезжала до дома. Там совсем на парах бензина каких-то там, то есть совсем на двух литрах она тоже нас довозила. В принципе, большое спасибо этой машине. Но, конечно же, на будущее, ну, вообще она не подходит. Ну, то есть на семью, там, на детей она опасна. Я, честно говоря, очень боюсь на ней ездить. Ну, страшновато, потому что она неустойчива совершенно. И боюсь, побаиваюсь. Вот, так что, вообще, мы этой зимой планируем или весной планируем брать машину, конечно, новую. Ну, не новую, естественно, то есть не с автосалона, а БУ, но другую машину, потому что уже всё. Может, завяжешь чем-нибудь, у кого вероятность? Вниз отъедем туда, куда-нибудь. Короче, такие вот дела. Увидимся, в общем. Саш, скажи пока. Давайте. На этой интересной ноте наших приключений. Да, пока.